Фламандский ювелир и художник-натюрмартист Ян Пауэлл Гелеманс Старший, известный своими фруктовыми натюрмортами, цветочными композициями, ванитасными натюрмортами и пронг стил Левенс. Это стиль показного, богато украшенного или роскошного натюрморта, который был разработан в 1640-х годах в Антвербеле. Ян Пауэлл Гелеманс Старший родился в Антвербене в 1618 году в семье Лаурис и Клары ван Безер. Его отец был ювелиром и мастером гильдии Святого Луки Антвербена. Гелемансу также суждено было стать ювелиром. Его отправили обучаться этому ремеслу в Льеж, к одному из родственников. Обучение включало и рисование. И у молодого Гелеманса появилось желание стать художником. Неизвестно, у кого он обучался художественному ремеслу по возвращению в Антвербен после семи или восьми лет пребывания в Льеже. В августе 1648 года Гелеманс женился на Паулине Уэйден Экхаут. Они растили четырех сыновей и четырех дочерей. По требности большой семьи вынудили художника открыть ювелирный магазин. Гелеманс не оставлял живописи и продолжал рисовать в период управления своим ювелирным магазином. Из записей антвербенского торговца произведениями искусства за период с 1665 по 1673 год известно, что Гелеманс регулярно выставлял на продажу фруктовые натюрморты и гирлянды сельдью или лобстерами. Его учениками был его сын Ян Пауэль Гелеманс-младший и Ян Франс Ван Сон, сын выдающегося натюрмортиста Юриса Ван Сона. Известных работ Гелеманса немного. Типичными характеристиками его работ являются проработанные композиции, прекрасные гармоничные цвета, точное изображение различных типов тканей и подробное отображение цветов и овощей во всем их разнообразии. Некоторые из его работ, Пронгстилл Левенс, роскошные натюрморты, были популярны во Фландрии, Колонадской республике с 1640-х годов. Ярким примером в этом жанре является натюрморт, который представляет собой стол с фруктами, ветчину, лобстера, лютню на стуле, помещенную перед пейзажем, видимым за колонадой. Субтитры создавал DimaTorzok Натюрморты Пронг часто интерпретируются как имеющие значение ванитас. Его фруктовые натюрморты с фруктами и цветами, как правило, были большого формата. Некоторые из них были созданы в меньшем масштабе и были популярны среди современных коллекционеров, как предметы кабинета. Примером может служить натюрморт с лимонами, виноградом, трубкой и рыбным филе. Эта подписанная работа показывает, что в маленьком формате Гелеманс основное внимание уделял тщательному описанию предметов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Некоторые его натюрморты попадают в категорию картин гирлянд. Картины в виде гирлянд – это натюрморт, изобретенный в начале XVII века в Антверпене Яном Прейгелем Старшим и впоследствии применявшийся ведущими фламандскими художниками-натюрмортистами, в частности, Даниэлем Сегерсом. На картинах этого жанра обычно изображены цветы или, реже, фруктовая гирлянда вокруг религиозного изображения или портрета. Картины гирлянды обычно представляли собой соавторство художника-натюрморта и художника, изображавшего персонажа картины. Имена соавторов Гильманса на его картинных гирляндах неизвестны, но, предположительно, один из них – Томас Вилебордс Босхарт. Томас Вилебордс Босхарт Томас Вилебордс Босхарт Примером работы Гильманса в этом жанре является гирлянда из цветов, окружающая картушь с головой ангела и святым причастием, находящейся в музее Виктории и Альберта. На гирлянде изображены чертополох, зерна, виноград, цветы и фрукты, отсылающие нас к страстям Христовым, а также находящиеся в центре композиции причастны хлеб и вино-причастия. Килиманс также писал «Ванитас Натюрморт», жанр натюрморта, отражающий бессмысленность земной жизни и приходящую природу, все земные блага и занятия. Примером может служить композиция «Натюрморт Ванитас», находящаяся в Эрмитаже. Эта композиция содержит типичную символику картин «Ванитас» – коронованный череп, увядший цветок, песочные часы, пустой стакан и чаша, а также книга и денежные мешки, символизирующие тщетность высших и мирских устремлений человечества. На свитке бумаги написаны слова «Омния Ванитас», которые относятся к знаменитой строке Экклесиаста «Суета сует, все суета» – это одна из основных тем в картинах «Натюрморт Ванитас». «Натюрморт Ванитас» «Натюрморт Ванитас» «Натюрморт Ванитас» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok